Бэнк, бэнк, бэнк. Всё верно, друзья, я удалил ТикТок. И в сегодняшнем видео я расскажу, как я к этому пришёл, почему я это сделал, что повлекло, как бы, удаление ТикТока, что было до этого, и насколько сильно моя жизнь изменилась после удаления ТикТока. С вами я, ваш друг Скомарник, и сегодня я вам расскажу, почему же я удалил ТикТок. Как всегда, классика моего канала, предыстория, история моей жизни, как я пришёл к этому, почему я решил его удалить, вы уже знаете, конечно, что я его всё-таки удалил, но как это начиналось? Начиналось всё с моего далёкого детства, когда мне было ещё, словно, 11-12 лет, тогда я открыл для себя Ютуб, нет, пожалуй, это было чуть раньше, но, в общем-то, это было, наверное, 10 лет, тогда я открыл для себя Ютуб, и начал его плотно смотреть. Я смотрел Ивангая, Лололожку, Фроста, потом у меня начался другой период, я начал смотреть Соболева, Афоню, Ларина, Хованского, потом начался другой этап, я смотрел Лиз ТВ, и, в общем-то, мой путь вот этого блогерства, просмотра блогерства, он был достаточно долгим, и он тянулся с 10 лет, на секундочку, сейчас мне 19, то есть 9 лет реально я очень плотно именно взаимодействовал с Ютубом, и я действительно смотрел каждый день Ютуб, я приходил после школы, смотрел его постоянно, то есть, условно, я не знаю, сколько у меня было действительно экранное время, но я думаю, это было в районе 7 часов исключительно Ютуба, я прямо очень много смотрел Ютуба, мне это затягивало, как сериалы, я не смотрел сериалы совершенно, не смотрел фильмы, я смотрел онли Ютуб всяких блогеров, я был подписан на очень много разных сфер, мне просто было это дико интересно, вот так вот с чистыми глазами, как ребенок, мне было это очень интересно. Ну и, в принципе, я этим занимался до 18 лет, я смотрел контент, мне было интересно, я знал всех блогеров, знал все перепалки, все конфликты там, версус батл, но в 17 лет в мою жизнь пришла новая соцсеть, тикток, тикток, я сейчас говорю, как будто это такое большое зло, но, в принципе, я так не считаю, я не считаю, что тикток это большое зло, и нужно удалить его, и те, которые смотрят тикток, это не, блядь, тупые даун, нет, это не так, но вот, в 17 лет ко мне в жизнь пришел тикток, как я различал, когда я учился в школе, после школы я приходил, смотрел Ютуб, то есть, у меня было такое, что отучился в школе, пришел, смотришь Ютуб, как бы у тебя есть время работы, школа, и потом Ютуб, ну, то есть, такое разграничение, работа, отдых, с тиктоком дела обстоят совершенно по-другому, ты не обязан смотреть тикток только после работы, ты можешь смотреть его и во время работы, и так началась моя жесткая зависимость, когда я во время школы на всех переменах, там, сидишь и смотришь просто на автомате, просто на автомате уже реально достаешь телефон, начинаешь эти тиктоки листать, потому что, опять-таки, объясню разницу, на Ютубе ты этого не можешь сделать, у тебя ролик идет 20 минут, условно, да, и ты, ну, на перемене не успеешь его посмотреть, это будет, как бы, неполноценно, на Ютубе же ты по 15 секунд их листаешь, тебе похер, сколько ты их пролистал, ты уже не помнишь, что было в прошлое видео, и тем более, позапрошлое, ты уже видео совершенно забыл, и вот я начал в это втягиваться, 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 и потом, на какой-то определенный этап, я заметил, что тикток стал настолько неотъемлемой частью моей жизни, что я уже просто на автомате это делаю, что я уже на автомате просто не думая, не задумываясь про это, то есть не происходит так, что, о, у меня есть свободное время, я хочу посмотреть тикток, и достаю телефон, нет, начало происходить так, что я просто что-то делаю, и начинаю смотреть тикток, То есть мой машинальный фон, он затмил мой умственный фон То есть я начал просто потреблять контент тоннами И проблема-то в чем? Не проблема в контенте Проблема в том, что я его уже не помнил То есть если с ютубом было как я посмотрел ролики Я могу сказать, что я смотрел в начале дня, в середине дня, каких блогеров я смотрел Какие блогеры мне интересны, что у них происходит новое в жизни То есть я условно был подписан на энное количество блогеров Я знал, что у кого, что новое В ютубе я не ебал, что это за люди Просто какие-то видосики я листал И я не знал совершенно Я просто как бы забивал свой ум Я просто забивал свое время этим Я просто, ну, убивал время, собственно, тиктоком Убивать время это вообще, блять, такое сочетание, которое меня, честно говоря, раздражает Убивать время Сука, у тебя его так много, блять У тебя так много времени, чтобы его убивать вот этой хуйней Вот и на такой мысли я себя поймал Неужели я, блять, хочу убивать свое время Вот этой, вот, блять, где она вот этой хуйнёй. Неужели? Неужели я хочу убивать? Вы понимаете, что значит словосочетание убивать время? Чувак, у тебя его и так немного. У тебя и так, ну там 90 лет, это прямо крышка. Да, если ты 90 лет доживёшь, ты ну вот так, считай, красавчик. А ты ещё его и убиваешь. Блять, как можно убивать время? Пользуйся им. И вот эти слова я себе сказал. Я это понял. Я понял, что я действительно начинаю его убивать. Я понял, что время умирает, когда я пользуюсь вот этим телефоном. И тогда как раз таки я уже начал свой как бы путь восстановления и выхода из этого пиздеца, из этого пиздецового образа жизни. Когда я начал что-то читать, что-то учить, как-то немного начал контролировать свои желания. Да? И тогда сначала я поставил себе вот такую тему. Я контролирую себя. Я не смотрю типа сейчас 3 дня ТикТок. Или там условно я поставил себе ограничение там. 20 минут в день. Я так делал. И мне это прямо, блять, ну то есть, вы понимаете, я каждый раз всё равно чувствовал зависимость. Я чувствовал, как мне хочется открыть этот телефон и начать вот этой хуйнёй заниматься. Каждый раз. И у меня было всего 20 минут в день. И вот 20 минут я наслаждался, условно, жизнью, да? А остальное время я ждал, когда же начнутся эти 20 минут, когда же я дотерплю до них. И это был абсолютно неправильный подход. Так я промучился месяц-полтора. Понял, что это всё полная хуйня. И что от этого я лишь больше ощущаю, насколько я зависим от ТикТока. И тогда я принял главное решение. Я удалил его нахуй. Всё. Я его удалил. С тех пор у меня больше не было ТикТока. Я устанавливал... Нет, я устанавливал его. Лишь для того, чтобы выкладывать туда ролики. Но это всё. Я не смотрел его. Потому что я понял, что только таким способом я смогу начать себя контролировать. И что вы думаете? Действительно, так продолжало два-три месяца. Всё было окей. Я не был подвластен этому. Но, сука! Я... То есть... Но я часто пользуюсь Инстаграмом. А в этом ебаном Инстаграме придумали, блядь, рилсы. Рилсы. Понимаете, что это такое? Это тот же самый ТикТок просто замаскированный. Он замаскированный. Блядь! Ну и, конечно же, я начал этим пользоваться. Я начал его листать. То же самое. То же самое, блядь! И я начал делать абсолютно те же самые вещи. Те же самые. Окей, я себя поймал на этой мысли. Стоп! Я ушёл от ТикТока, чтобы перейти в Инстаграм? Чё за бред? Я не для этого это делал. Тогда я ввёл ограничения на Инстаграм. Я ввёл ограничения, что только 15 минут. Потому что всё равно у меня много общения в Инстаграме. Я с многими переписываю. 15 минут в день. Окей, я соблюдаю эти 15 минут. Следующая проблема. ЮТУБ ШОРТС! Блядь, это заговор, ребята! Это заговор. Я начал пользоваться ЮТУБ ШОРТСом. Но я не могу ЮТУБ удалить. Если я удалю ЮТУБ, вы не будете смотреть мои ролики. Ну, в принципе, я думаю, вы этого и хотите. Но нет! ЮТУБ ШОРТС! Это ещё одно... Это ещё один замаскированный ТИКТОК, блядь, пидорас! И в этот момент сейчас... Это сейчас происходит. Сейчас я смотрю ЮТУБ ШОРТС. Я понял. Окей. Я никуда не уйду от этого. Я не уйду от этого, потому что начнут создавать Фейсбук, не знаю, Берилс, блядь, или ещё какую-то херню. Ну, то есть, это будет всё время со мной бегать, потому что это такой тренд. Везде это модно. 15-секундные ролики. Это будет везде, реально. А значит, не я должен от этого бегать, а я должен дать бой ТИКТОКу. Я самостоятельно должен настолько поставить свою силу воли, настолько себя, как бы, превозмочь, что без каких-либо ограничений, без каких-либо 15 минут, без какого-либо удаления просто не заниматься этим. Чтобы у меня было предложение ТИКТОК на экране, но я не заходил в него. Вот это, это уже значит, что я победил эту битву. Это будет значить, что мне похую. Окей, это есть в Ютубе, это есть в Инстаграме, это есть везде, а мне без разницы. Я могу себя превозмочь и не заниматься этим. Совершенно. В принципе, сейчас я и буду пытаться это сделать, потому что сейчас до сих пор я, блядь, листаю тебе босса на рилсы, не рилсы, как это называется, на Ютубе, Ютуб Шортс. И они меня очень так вот поглощают. На самом деле, реально интересная тема, там всякие такие короткие сериальчики выкладывают. Нет! Слышите, как я сам себя обманываю? Нет! Стоп! Стоп doing this shit! Так что я буду себя контролировать, буду уходить от этих всех коротких видео и буду стараться заполнять свою жизнь более интересным контентом, более длинным контентом. Важно, длинный контент, потому что так ваш мозг нагружается, ваша память нагружается и просто это... Ну, лично мне, на самом деле, даже больше нравится смотреть какие-то... Даже пусть это будет тупой видос Эдварда Билла, без разницы, на 40 минут, но лучше посмотреть 40 минут тупого видоса Эдварда Билла, чем 40 минут посмотреть ТикТоки, которые будут меняться каждые 15 секунд. Действительно, это так. И я предпочитаю Эдварда Билла. На этом все, друзья. С вами был я, Скомарник. Обязательно ставьте лайк этому видео, пишите в комментарии, что вы думаете по поводу сегодняшней темы. На этом все. С вами был Ник. Я сказал это еще раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok